Камила Ганиева на этом фестивале защищает честь вуза. Признается, что танец в жанре пантомима достаточно сложно изобразить. Вместе с коллективом девушка хочет выразить идею обратной стороны интернета. Опасной. И к выступлению челнинки готовились долгих два месяца. Наш танец называется «Энигма», и он получается, пересекается с нашим, как раз таки, ну, нашей сферой, в которой мы учимся, это программирование. Коллектив педагогического колледжа взорвал зал уличными танцами. Их фишкой был бумбокс. Мы готовились месяц. Очень прям плодотворно мы готовились, все старались. Это того стоило. Танцами очень увлекалась в детстве. Просто я жила в городе маленьком, Заянск, и там не было современных танцев. Только были руссконародные. А мне не очень хотелось стоять там, выступать в кокошнике. И вот я хотела более современных. В жюри фестиваля считают, что подобные конкурсы помогают студентам познакомиться и сплотиться. Объединение первокурсников, только что пришедших в образовательную организацию, для того, чтобы они создали свой какой-то творческий продукт, объединились в команду, это, наверное, самое главное. Все проходит с широким размахом, на хорошей сцене, с хорошим звуком, с прекрасным освещением. Это очень важно для танца, для постановщиков, для исполнителей. Участники, прошедшие отборочный тур, встретятся 27 ноября на галоконцерте во Дворце культуры «Энергетик». Яна Вальдю, Сергей Вильданов. Новости Набережной Челны.